Всем привет, кто зашел на мой канал Синдром Железа. Я Даниил. Продолжу тему новичков. Расскажу 6 основных мышечных групп, которые есть на теле человека. Для тех, кто хочет конкретики, откройте анатомию и посмотрите все 600 мышц. Начну мышечные группы перечислять от больших к маленьким. Первая это ноги, вторая спина, третья грудь, четвертая дельты, пятая тритепс, шестая это битепс. Соответственно ноги самая большая часть мышечной группы на теле человека. Битепс самая маленькая. И соответственно нужно подбирать определенную нагрузку под маленькую и под большую мышцу. Самая большая и распространенная ошибка у новичков это грузить битепс, тритепс большим количеством подходов, повторений и упражнениями. От этого они у вас больше не станут и не вырастут. Это возможно только если вы сидите на фармакологии или на химии. Хотя это одно и то же. Потому что чтобы выросли руки, надо чтобы они соответствовали вашему телу. То есть если будет тело большое и крепкое, то будут большие и крепкие руки. На фармакологии мышцы растут быстрее. Это не значит что это хорошо или это полезно. Из-за роста мышц не успевают расти сами сухожилия. Потому что рост и восстановление сухожилий гораздо долгий процесс чем восстановление мышцы. В то время как битепс может зажить за 48 часов, он заживет за 48 часов. Восстановится. Сухожилия будут восстанавливаться от 2 недель до 6 месяцев. Даже есть разница в том, что если вы за тренировку дадите 2 подхода на битепс или 7 подходов на битепс, будет колоссальное. С двух подходов вы выиграете. Вы травмируете мышцы и они у вас восстановятся. За 7 подходов вы попалите свои мышцы и не сможете нормально адаптировать руки к будущей нагрузке. Как это работает я когда-нибудь расскажу в отдельном видео. Чего я прицепился именно к битепсам, трицепсам и вообще к рукам. Руки я подразумеваю, что на них находятся предплечья, плечо, битепс, трицепс и дельта. И я очень ненавижу, когда профессионалы говорят на плечо плечом. То есть у них плечо это тренировка дельты. Дельта это дельта и на плече есть дельта, битепс, трицепс. Но никак не тренировать плечо сегодня и подразумевать это дельту. Во всех журналах это написано. Но это неправильно, это непрофессионально. У организма есть такая вещь как физическая память. Новички прежде чем придя в зал сразу хватаются за эту штангу на битепс и начинают делать по 30 кг. От этого страдает техника выполнения упражнений и поясница. То есть можно принести себе травму, не можно, а принесете вы себе травму. Начинают болеть сухожилия из-за того, что они плохо растянуты и их надо подготавливать. Определенными весами тоже на битепс. И сами рассудите. Если вы весите 50 кг и берете штангу 25-30 кг на битепс и делаете на 80 раз. Вы серьезно думаете, что вы можете руками поднять больше половины своего тела, а на приседания вы и 40 кг присесть не можете. Вы что, серьезно думаете, что вы на руках ходите? Это глупости. Вот вы спросите сами себя честно, что вы знаете о восстановлении, что вы знаете о методике спорта, о методиках тренировок. Вы ничего этого не знаете, а вы делаете так, как будто профессионалы. Это касается как девушек, так и парней. Так что задумайтесь. Большого толку они вам не принесут. Большое количество подходов и повторений и упражнений. Только попалите мышцы. А у организма есть еще такая вещь, как физическая память, которая запоминает всю вашу координацию, ваши движения. И это ведет к будущим патологиям, если вы неправильно делаете. Патологиям мышц. А искоренить плохую технику даже профессиональному тренеру будет тяжело. Это может занять от двух недель до нескольких месяцев. Вернусь к группам мышц. Чем отличаются битепс и тритепс? У тритепса три мышечных молокна, у битепса два. Значит битепс будет слабее, чем тритепс. А что мы видим в зале? Что я говорил, по 25-30 кг делают на руки, на битепс и новички, а на брусьях отжаться даже не могут. Задумайтесь. Что в этом видео я хотел сказать? То, что в системе для новичков она будет рассчитана на общую физическую подготовку. Там будет 8 упражнений. 6 упражнений будет на 6 мышечных групп. То есть ноги, грудь, спина, дельта, битепс, тритепс. И эти мышечные группы будут тренироваться почти каждый день с интенсивностью в 50%. То есть 8-10 повторений. И эта система рассчитана на 8 недель. Как это работает, я расскажу в следующем видео. Ваши руки вырастут только в том случае, когда вы начнете приседать и делать становую. Но это не раньше, чем через полгода. Такая физиология организма. Сначала надо подготовить фундамент. Сделать в организме фундамент для дальнейших достижений. Укрепить костяк, сухожилия, суставные сумки, сухожилия порастягивать, укрепить мышцы. В этом видео я рассказал коротко о основных мышечных группах человека. А как их тренировать, расскажу в следующем видео. Если вам понравилось видео или принесло какую-то хоть информацию, ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч!